Этот второй врач, который дежурил днем, сделал переливание крови ему в 2 часа дня. В полтретьего он еще покушал, в четырех часов ребенку стало плохо. Плохо, плохо. Уже видно по записях, что в полпятого уже была клиническая смерть. А в пять часов он уже умер. Вечером. Последний день жизни своего сына Матвея Татьяна знает только по записям в истории болезни. В реанимацию к шестимесячному ребенку ее не пускали. В инфекционную больницу Матвея привезла скорая с воспалением кишечника. Там, считая Татьяна, врачи потеряли слишком много времени. Нас сначала не хотели брать. Едти в хирургию. В хирургию поехали на слободку. В хирурги сказали, что это не их профиль, что это все-таки какая-то кишечная палочка. Нас направляют сюда. Потом они еще сидят где-то полчаса, решают, куда меня направлять. В инфекционной больнице, в свою очередь, отмечают. Делали все, что могли. Но ребенка доставили в тяжелом состоянии с недобором веса и очень низким уровнем гемоглобина. Ребенка возили в детскую областную больницу в консультации хирурга, поскольку доктору было не все ясно. И вечером в 22-25 ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован непосредственно в реанимационное отделение. Все то, что нужно было ребенку, дежурный врач, реаниматолог и один, и следующий, который его сменил, делали все необходимое. В связи с тяжелым состоянием ребенка. По словам мамы Матвея, из-за недобора веса ранее обращались к педиатру, но рекомендации не помогали. Смущает ее и то, что, несмотря на состояние ребенка, ему все равно назначали плановые прививки. При этом, рассказывая Татьяна, причин не доверять врачу на тот момент не было. В поликлинике педиатра также характеризуют положительно. Здесь женщина работает более 15 лет. После смерти мальчика будет проведена проверка. С лечащим врачом, с которым они заключили декларацию, абсолютно был нормальный контакт. И все эти моменты обсуждались вместе с родителями. Но, насколько я знаю, это сейчас по совещанию, которое было проведено. И, несмотря на небольшой вес, самочувствие ребенка, все это время при наблюдении не вызывало никаких абсолютно подозрений на что-либо. Обстоятельства смерти 6-месячного ребенка расследуют и в полиции. Начато уголовное производство по статье «Умышленное убийство» с пометкой «Естественная смерть». После отримания висновки судово-медичной экспертизы будет принято остаточное процессуальное решение, то есть, возможно, переквалификация вказанного криминального проведения. Пока что расследуем природную смерть.